здравствуйте дорогие друзья вы на канале лоди свет давно и не пекла что-нибудь вкусненькое сегодня у меня пирог черничный финский поделилась таким пирогом подписчица телеграм-канала моей сестры канал называется копилка здоровья и вот там ирина которая живет в карелии поделилась этим рецептом с ее разрешение я этот рецептик себе в копилочку забрала и вот сегодня у меня вот такой пирог пирог обалденный однозначно попадет в один из любимых пирогов особенно моих я люблю выпечку черникой это мне еще от бабушки передалось так что приступаем готовки такого пирога ну и так рецепт переписала в книжечку свою любимую и мне нужно будет приготовить две смеси 1 будет сухая другая мокрая смешать эти смеси сейчас я вам все расскажу и покажу основной ингредиент это черника чернику вот я чуть-чуть совсем она у меня разморозилась но даже не до конца и в принципе здесь сок сливать я не буду пусть будет как есть черники у меня много ну и сказано что чем больше черники тем вкуснее чернику собирала сама замороженная замечательная ягода люблю его всех ее проявлениях ну и так делаю смесь жидкую так для того чтобы подготовить жидкую смесь я беру 4 яйца чуть-чуть положила соли 4 лица стакан сахарного песка можно чуть меньше но черника ягода не сладкая я добавлю как в рецепте ничего особо взбивать не надо чуть-чуть добиться той консистенции ну чтобы песок стал растворяться 150 грамм масла ставлю в микроволновку для того чтобы она растаяла вот и масло растаяло добавляю в жидким ингредиентом ну естественно смешиваю до полного соединения пирог готовится не сложно жидкую смесь отложила теперь делаю сухую 3 стакана муки и добавляю 2 чайные ложки ванильного сахара можно было добавить жидкую смесь но так написано делаю как по рецепту добавляю разрыхлитель написано 2 чайные ложки не разрыхлитель свой он такой сильный но добавлю 2 чайные ложки и не без горки и всю эту смесь соединяю жидкую смесь еще забыла добавить стакан молока вот дорогие друзья поэтому стакан молока молоко чуть теплое и теперь обе этих смеси я должна соединить постепенно жидкая вливаем сухое и завожу тесто тесто получилось не густое но и не жидкая вот смотрите как она с лопатки у меня падает вот так вот такой консистенции теперь тесто выливаю на противень мне вот такой противень я застелила его бумагой для выпечки но все равно смазал чуть-чуть растительным маслом для подстраховки ну и равномерно все это тесто переливаю на противень и распределяю кстати тесто получилось вот если его сейчас попробовать очень вкусная и ароматная пока тесто постоит делаю заливку вот чуть-чуть постоит у меня здесь 300 грамм сметаны сюда же я добавляю одно яйцо 2 3 столовые ложки сахарного песка добавлю две такие полные ложки сахарного песка все это перемешиваю можно добавить ваниль но я ванили 2 уже добавляла в тесто не буду сюда добавлять и вот еще чтобы я добавила сюда в эту заливку это уже называется отсебятина но я добавлю сейчас объясню почему ну вот пол столовой ложки крахмала у меня кукурузный но не важно даже какой почему у меня черника заморожена не до конца разморожена она даст сок она даст влагу и поэтому я добавила крахмал который стабилизирует все это дело более лучше мне кажется что одно яйцо с этим не справиться вот такая заливка кстати говоря видела рецепт с корицей ну нет я не знаю как дружба черники с корицей как-то мне не очень но если вы любите можете добавить корицу все здесь ничего взбивать не надо просто замок теперь на это тесто нужно даже видно что подходит я выкладываю чернику я вот здесь вот бортики добавила потому что как то мне кажется что очень видите как черника с соком поэтому и добавила стараясь брать без сока можно вообще конечно на друшлаг и снять лишний сок кто-то пишет в рецептах что вообще не надо размораживать можно даже ну и теперь на чернику выливаю потихонечку вот эту заливку черники кстати говоря было много и не только-только и хватило прямо как надо все ставлю пирог в разогретую духовку мне уже разогретая 180 градусов печется 20 минут но я думаю что будет подольше вот посмотрите на это чудо на эту вкусноту пирог у меня пекся 20 полчаса ровно 25 минут я еще подержала ну как вы видите еще серединка вот такая вот немножко жидковато это так должно и быть сейчас он постоит и все стабилизируется еще можно выпечку посмотреть что бока вот уже просто зарумянились и вот пошли немножко вот такие вот как бы трещинки значит все хорошо уже пропеклось и вот это вот жидкое состояние пирога потом сделается такой кремообразный после полного остывания и вытаскивать такой пирог из противня будут когда он полностью остынет пирог пропекся исключительно тесто получилось легкое воздушное такое бисквитное пахнет ванилью сочетание ванили и черники бесподобное получилось черника такая очень нейтральная ягода ко вкусам такой пирог прекрасно можно подать с мороженым мне кажется что кофе подойдет как-то черника и кофе очень сочетаются всем рекомендую спечь такой пирог приятного аппетита и